Сечкин с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте, рад вас видеть. Приветствую, Вадим. Здравствуйте и приветствую всех наших уважаемых зрителей и подписчиков. Да, а Владимир, я еще раз хотел лично сказать спасибо за интервью с Александром Невзоровым, потому что только благодаря Владимиру это интервью состоялось. Вы, кстати, сумели его посмотреть? Наполовину уже посмотрел, очень много информации, такая пища для ума. Меня точно не за что благодарить, это всецело ваша заслуга. Вы один из самых профессиональных на сегодня интервьюеров. С вами очень интересно общаться и на ваши вопросы отвечая, можно рассказать больше, чем даже в своих собственных стримах. Именно поэтому я и Александру Глебовичу тоже вас рекомендовал и рад, что у вас такой первый блин точно получился никомым. И надеюсь, что будет продолжение. И я внимательно читал комментарии наших уважаемых подписчиков и зрителей. Многим понравилось, многим понравилось. Конечно же, много острых тем, но, в общем, продолжайте. Бон кураж. А как вы, кстати, познакомились с Александром Невзоровым, если не секрет? То есть давно вы друг друга знаете? Это такой большой объемный вопрос. Наверное, да, я не все могу рассказывать в прямом эфире здесь, но это касалось вопросов именно нашего расследования, безопасности, тех новых угроз, которые появились в отношении тех наиболее известных в русскоговорящем Ютубе людей, которые так или иначе выступали против этой подлой войны, не поддерживали, мягко говоря, диктатора Путина и, наоборот, называли вещи своими именами и разоблачали. И вот когда возникла новая серия угроз в отношении целого ряда людей, у нас была достоверная информация, источники об этой опасности. И, в общем, по крайней мере, все, что смогли, мы сделали для того, чтобы эти люди все находились в полной мере в безопасности на территории Европы и чтобы у них была возможность, конечно, продолжать их важное дело. С Невзоровым можно соглашаться или не соглашаться, но у него есть точно моральное право рассказывать миру о том, что он знает, а знает он очень многое про Россию и про Путина в том числе. Что знаете вы о ситуации в Курской области? Какая там сейчас ситуация и какая информация доходит до вас об этом регионе? Ну, мне кажется, здесь все очевидно, там идет война. Это открытая фаза войны. Это, как я уже говорил у вас в прошлом эфире, это тот самый танк под названием «Бумеранг», который приехал. Конечно, война — это ужасно. Война — это значит, гибнут люди. Гибнут люди по обе линии фронта, и военные, и гражданское население тоже попадает под эти обстрелы, потому что невозможно, даже используя современные виды вооружения, хирургическим путем проводить боевые действия таким образом, чтобы избегать жертв среди гражданского населения. Это, конечно, страшно. И войны вообще не должно было случаться. И начиная уже с февраля 2022 года то, что началось, понятно, что это... Мы выступали с первых дней, все понятно, люди будут погибать. Но вот получается, что теперь уже на территории Российской Федерации люди погибают, не только военные, но и гражданские. Это ужасно. Это ужасно. И я очень надеюсь, что весь цивилизованный мир сделает все возможное, чтобы положить конец этой подлой войне. Потому что на сегодняшний день я вижу, что, да, за все хорошее против всего плохого, огромное количество людей, сотни миллионов людей по всему миру с попкорном смотрят за этими новостями, как за таким уже почти двух с половиной летним блокбастером. Но в реальной жизни-то по ту сторону экрана гибнут настоящие люди. И чем быстрее эта война прекратится, тем меньше людей погибнет. И наоборот, чем дольше будет продолжаться эта подлая война, оккупационная по отношению к Украине со стороны России, ну и в данном случае, да, вот этот бумеранг, эта ответка. Ну, конечно, это полный провал Генштаба. Конечно, это полный провал Минобороны, которые всем рассказывали, как они талантливо проводят некую спецоперацию, а на самом деле это не спецоперация, а война. И война уже теперь, ну, даже на территории Российской Федерации. И они с этим ничего сделать уже не могут, несколько недель. И огромное количество людей попало в плен. Провал. И военные разведки, и Минобороны не уберегли границы. Сейчас они, конечно, это будут использовать, чтобы накачивать военное настроение. Я не знаю, в чем там был замысел у Генштаба в данном случае. Не хочу там брать в расчет там самое плохое, потому что на поверхности лежит, казалось бы, провал, да. Но вполне возможно, что это такой управляемый был провал. Судя по тому, что Путин до сих пор не снял Герасимова. И, возможно, им нужно было, чтобы вот война пришла в Россию, чтобы пропаганда имела козыри в руках с тем, чтобы озлоблять россиян, и с тем, чтобы их мотивировать. Выстраивается, там, не знаю, в очередь военкомат для заключения контракта, для вовлечения в это срочников и так далее. Но это еще один новый виток. Ну вот источники ГУЛАГу нет. В Главном управлении Генштаба Министерства обороны России сообщил о разработке и начале реализации плана по уничтожению в Украине системы ПВО Патриот, которая эффективно защищает важные объекты в стране. Вы сообщаете об этом в Телеграм-канале. И как раз параллельно с этим посольство США выпустило предупреждение для граждан США в Украине, что может обостриться ракетно- и дроновая опасность в преддверии как раз Дня независимости Украины. Что там происходит и вот что известно вам? То есть будет какой-то ответ, который Путин готовит на Курскую операцию? Или это такая плановая у них акция? Ну, приближается День независимости Украины. 24 августа, если я не ошибаюсь, это национальный праздник. А Путин любит даты и любит приурачивать какие-то действия к каким-то определенным датам. Поправьте меня, если я ошибаюсь. По-моему, да, 24 число. Да, 24 августа. Да, 24 августа. Это важный праздник для Украины. И это как раз независимость. Это то, чего Путин хочет лишить Украину. То, ради чего он все это начал. Ему очень хочется воссоздания Советского Союза в определенном таком гибридном варианте, где он будет царем, генсеком. И где у Украины не будет независимости, не будет европейского пути развития, не будет демократии, не будет возможности быть частью блока НАТО. Он хочет диктовать свои условия. Вот для чего он ведет эту подлую войну. И, конечно же, он хочет отомстить. Он очень сильно унижен, начиная с первых чисел августа. То есть в его понимании все происходит, вот этот грандиозный обмен. Нажимается между ЦРУ и ФСБ некая такая невидимая нам с вами кнопка перезагрузки, что вот какой-то начался минимальный диалог. И тут через несколько дней происходит то, что мы видим, это вот начало Курской битвы. Он хочет отомстить. У него рушится рейтинг в России. Что ему делать? И вот в данном случае получается, что и наши источники сообщают эту информацию, которую, конечно же, мы сначала отправили в Украину всем, кого мы знаем, из разных правоохранительных органов, чтобы они передали тем, кто занимается у них воздушной обороной. И, соответственно, дальше мы видим и посольство Соединенных Штатов предупреждает на основе, очевидно, разведданных американских спецслужб об опасности и о возможных новых грядущих дроновых и ракетных атаках. И видим сейчас по тому же, там, флайт-радар, по современным средствам наблюдения за авиацией, что несколько разведывательных самолетов блока НАТО сейчас в воздухе. И активно, видимо, идет сбор информации по поводу того, что происходит в воздушном пространстве Украины и на границе с Украиной. И вот то, что там буквально несколько минут 10 назад я получил от одного из тех людей, кому я доверяю в Киеве, в Украине, с кем я лично знаком, ну и у кого есть полнота информации, они, да, он сказал, что они понимают, что возможны удары. Вопрос лишь в том, что это будут за удары, в какой именно момент, из каких точек. Но, конечно, очевидно, что ВСУ, в данном случае ГУР, они готовятся к атаке против Украины, которую в ближайшее время Путин, наверное, начнет. Тут спрашивают по поводу ситуации в Генштабе, в Министерстве обороны и в Кремле. То есть вот уже две недели осуществляется курс-кооперация, причем появляется сообщение о том, что часть российских войск в котле, поскольку мосты через Дреку Сейм были, взорваны ВСУ, и переправа, которая была тоже ликвидирована, временная переправа. И, соответственно, там достаточно большая группировка остается в котле. Ну, то есть эта история для Российской Федерации не заканчивается на канонической территории России. Что происходит и какие настроения, и будет ли ритуальное жертвоприношение путинским режимом, там, генерала, комбрига, не знаю, кого еще они могут выставить на показ. Ну, с точки зрения жертвоприношения, конечно же, стрелочников они будут искать. Наверное, кто-то из заместителей Герасимова будет отправлен в отставку, и там те, кто имели отношение к военному округу и к военным базам, войсковым частям в Курской области. По поводу Герасимова, здесь еще раз, если это действительно неконтролируемый, а такой натуральный провал, по идее, я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим смену начальника Генштаба. А вот если в данном случае они видели все это и каким-то образом им понадобилось, чтобы это все произошло, для того, чтобы внутри России начать менять настроение, потому что, ну, давайте посмотрим правде в глаза. Те буйные, те горячие головы, которые под воздействием пропаганды негодовали и мечтали поехать и, наконец, сражаться хоть с какими-то там нацистами и фашистами, насмотревшись огромное количество фильмов про Великую Отечественную войну по телевизору, и там, будучи преисполненными каких-то чувств, долга, желания вот этих вот после компьютерных игр там пострелять, куда-то поехать, они уже, большая часть из них убиты. Убиты, либо стали глубокими инвалидами в результате ранения, то есть это произошло буквально в первый год войны. Второй год войны, это, конечно же, это волны там и рекрутирования заключенных и наемников, и различные прокси, там, ЧВК Вагнер, ЧВК Редут, Шторм ИЗ, Шторм ИВ и так далее. Но на третий год уже начали заканчиваться и заключенные, уже даже Верховный суд там сейчас планирует и подсудимых тоже прям из клеток, из аквариумов судов отправлять на передовую. Им нужно чем-то там взбодрить, там, замотивировать. Ну вот сейчас уже действительно ВСУ в России. То есть если раньше как бы это шла речь про оккупацию, теперь это идет речь про освобождение даже от территории России. Конечно же, это какой-то определенный процент людей добавляется к тем, кто и до этого был готов заключать контракты и воевать. Соответственно, если... То есть я могу допустить, что для старого КГБшника, который всю жизнь в этих каких-то таких двойных, тройных операциях, там, тут она утонула, тут рязанский сахар, тут еще что-то происходит, с его уровнем цинизма, я могу допустить, что Путин действительно мог, зная даже, что готовится нападение, сказать, пусть зайдут, пусть это начнется, потому что, ну, ситуацию нужно внутри России преломить. И вот если это управляемо, тогда, конечно же, здесь Герасимова мы увидим, как его оставляют. Но, конечно, на каком-то среднем уровне стрелочников, генерал-майоров, генерал-лейтенантов, да, еще там Питок арестуют, заполнив имя еще одну камеру генеральского продола в Лефортово. А братья есть за что, многие из них замешаны в коррупционных схемах, и в вымогательствах, и в хищениях, и так далее. Поэтому там, куда ни копни, там везде эти коррупционные схемы. ФСБшников же, надо как-то крышу подкармливать военную. Вот тут как раз много было сообщений о том, что Герасимову докладывали о возможности прорыва в СССР, но он не предпринял никаких мер. То есть он обвинил в паникерстве, но как, опять же, передают различные источники, в том числе и западных СМИ, сказал, что не нужно ничего делать. То есть ему поступала информация о том, что ВСУ готовится к прорыву, насколько мы понимаем. Ну, в том-то и дело, да. Вопрос лишь был, да, то есть какие-то определенные разведданные поступали, но он говорил о том, что это ИПСО. То есть действительно ли он верил в то, что это попытка, скажем так, оттянуть какую-то часть сил от наступления по другим регионам, может быть, он действительно находился в заблуждении, думал, что это такая психологическая операция с целью изменения планов генштаба. А может быть, мы сейчас все это увидим по кадровым решениям, потому что если это провал, очевидно, что после такого провала, ну, а там большое количество и срочников, и ахматовцев, и ФСБшников в плену. Вот. Мы сейчас все это увидим по кадровому решению. Аптел Аудинов, который стал такой звездой этого периода, то есть он активно появляется в СМИ, заменил собой, в общем, всех спикеров Министерства обороны и даже Пескова в каком-то смысле, потому что Песков в отпуске, я так понимаю, что отпуск он решил не прерывать. Правда, есть и другая теория, что Песков молчит, пока Путин молчит. Ну вот Аптел Аудинов и, скажем так, протекция Рамзана Кадырова, его влияние, то есть они возрастают в этой ситуации? Я думаю, что они заполняют пустое, пустующее пространство, потому что все-таки на этом медийно-военном Олимпе в России значительную часть занимал Евгений Пригожин и его вот эта вот телеграм-империя с огромным количеством всевозможных каналов и фейковых, и не фейковых, которые постоянно гнали вот эту вот Z-пропаганду. Но оно опустело, оно опустело, а людям хочется видеть кого-то в военной форме, у кого есть яйца и кто готов, способен что-то такое говорить, отвечать на их запросы. Но вот нашли вот этого бывшего мента, ныне там в военной форме, человека, которого там, да, там у нас там в одной локации концентрации генералов и академиков, вот он выходит оттуда, из этой команды. И самое интересное, что он порой озвучивает то, на что другие, конечно, официальные лица в России никогда бы не решились, в том числе он прямо рассказывает о том, что и в руководстве Минобороны командующий обманывал сам себя и обманывал всех и так далее. Кого он подразумевает и кому он там готовит, не знаю, там, Зиндан, отставку или камеру в Лефортово, ну, по его, там, с его точки зрения, с точки зрения, там, Кадырова и целой там команды людей, которые вокруг них, ну, посмотрим. Но, конечно, он один из тех, кто выстраивает свою собственную линию, свою собственную игру. Он точно играет не на Министерство обороны, не на руководство, не на Герасимово, и уж тем более не на Белоусова. Это игрок из команды Кадырова. Вот. Как дальше будут развиваться события, посмотрим. С одной стороны, наверное, он метит куда-то наверх, еще выше. А с другой стороны, ну, как правило, такие яркие персонажи, они как вспыхивают, как Евгений Пригожин, там, такой халиф на час, а потом так же, вот, куда-то там. Но, в принципе, здесь Апти прекрасно понимает все для себя риски. Наверное, в бизнес-джет, он, по крайней мере, садиться не будет, будет стараться передвигаться в наземном транспорте, и в окружении верных ему кадыровцев. Вот. Но это интересное явление, конечно же, вот с точки зрения там спикерства. Ну, мы видели последние месяцы, как угасал там и угасает Кадыров. Может быть, это такая будущая фигура, которой Москва будет заменять Кадырова. И, возможно, именно по линии администрации президента ему дали зеленый свет на вот такое многоговорение с тем, чтобы наработать очки и с тем, чтобы сделать его одним из тех, кого потом можно логично переместить в кресло главы Чечни. А то, что Путин поехал в Чечню, то, что Путин встречается с Кадыровым, смотрит, как сын Кадырова, Адам, стреляет по мишеням, и, в общем, проводит достаточно такой ритуальный тур по Чеченской республике. Это вот о чем, на ваш взгляд, свидетельствует? Собственно говоря, в эти же дни он и в Баку у Алиева побывал, но скованный одной цепью он лично посещает тех, на кого ему хочется опираться. Он их не вызывает к себе, а он в данном случае приезжает к ним. Это проявление с его стороны уважения и для Кадырова, и для Алиева это очень важно. То есть, почему Путин вдруг решился на это, потому что ему нужно получить заверение, что они союзники, что они его будут в этом направлении поддерживать, каждый по-своему. Понятно, что Кадыров как один из людей его команды, а Алиев как один из ближайших соседей, обладающий достаточно серьезными возможностями с точки зрения армии, так называемой ОДКБ и так далее. В то же время, когда Путин уезжает все дальше и дальше от линии фронта и от Курской области, то вот как раз мы уже видим, что сегодня стало известно, ФСБ обвинили журналиста CNN, снявшего репортаж на занятой ВСУ части Курской области. Ему меняет незаконное пересечение границ. Это Ник Волш из CNN. Я так понимаю, что вы знакомы с Ником Волшем? Как раз. Ник очень крутой журналист, насколько я знаю, начиная с лета 2022 года, он в CNN проводил фактчекинг и большое журналистское расследование, проверяя наши публикации об отправке заключенных на фронт. Такая сталинская схема, абсолютно новая для 21 века, потому что даже в войне в Афганистане СССР не вовлекала, не использовала заключенных, как Сталин в Великой Отечественной, во Второй мировой войне. Это очень сильный журналист, очень въедливый. Тогда он выпустил очень большой материал как раз с упоминанием работы с ГУЛАГу нет. И сейчас, когда я увидел вот этот большой репортаж его на границе, конечно, я ему написал слова поддержки, признания, уважения, потому что, конечно, он пошел по очень рисковому пути, потому что в целом там зона боевых действий и опасная территория. Поэтому это крутой репортаж, очень важный. Насколько я понимаю, границу, судя по репортажу, он все-таки не пересекал с Российской Федерацией. Почему ФСБшники каким-то образом решили и его включить в это, но, видимо, ФСБ хочет объявить войну всей американской западной прессе. И если раньше они как-то избегали каких-то прямых конфликтов действовали завуалированно, то теперь вот они впрямую кого-то арестовывают, кого-то задерживают, в отношении кого-то возбуждают уголовные дела с тем, чтобы подавать в международные розыске. Я думаю, что, конечно, здесь Интерпол откажет случай, если Россия через какое-то количество времени, через месяц, через два, направит запрос на арест господина Волша. Но, тем не менее, на каком-то уровне какой-то полковник ФСБ или генерал-майор станет генерал-лейтенантом, какой-то замначальник какого-то департамента станет начальником управления целого после такого громкого дела. То есть, видимо, в ФСБ больше заниматься нечем, как российскими оппозиционерами и западными журналистами. Видимо, настоящие террористы, экстремисты у них давно закончились, им нужно создавать какие-то разные такие кейсы для последующего торга и каких-то там дискуссий, диалогов с ЦРУ, которые у них были очевидны в начале августа и в июле перед этим обменом. Насколько серьезный удар нанесен по структуре ФСБ, потому что, во-первых, провал разведки по России, во-вторых, там была разгромлена и уничтожена база спецназа ФСБ в Курской области, также было взято в плен достаточно много офицеров ФСБ, как мы понимаем, не пограничников, которые тоже формально находятся под ФСБ, а именно офицеров Федеральной службы безопасности. И это все, все, как мы понимаем, не заканчивается. То есть, вот Бортников может спать спокойно сейчас или под ним тоже начинает шататься кресло? И вообще, что происходит в этой структуре сейчас? Насколько там лихорадят? Там не только сотрудники погранслужбы ФСБ взятых в плен, документация, компьютеры, ключи доступа, пароли. Там огромная утечка. То есть, за последние десятилетия ничего подобного не происходило. как правило, им сигнализируют, они заранее отводят из места опасности, вывозят документацию, сейфы, компьютеры в защищенном исполнении и так далее. Они все это потеряли, помимо того, что, конечно, их офицеры сейчас взяты в плен и находятся в этом обменном фонде. Для ФСБ это очень чувствительный провал в полном смысле слова. Но, конечно, ФСБ не может винить самих себя. Сами себя они не арестовывают, не сажают. Как известно, ФСБ в России это суперспецслужба. Они всех сажают, их практически никто не может посадить, если только внутри какая-то драчка не произойдет. Поэтому, конечно, ФСБ сейчас активно готовит отчеты, рапорты, материалы для того, чтобы все это взвалить на генштаб, на военных и так далее. Потому что все-таки защита границ Российской Федерации это в первую очередь прерогатива Министерства обороны. Но да, для них это очень болезненно. И может ли это каким-то образом повлиять на кадровую политику? Ну, там Бортников, я так понимаю, и так, ну, если не на Ладан дышит, то, по крайней мере, с точки зрения там сохранения своего поста там большое количество желающих под ним есть его подсидеть и его сменить. Там целый ряд генералов метят на назначение директором ФСБ России и, помимо этого, еще и господин Дюмин тоже не прочь туда прийти, на Лубянку порядок навести. Как там может начать сейчас развиваться ситуация в связи с вот этим провалом? Посмотрим. Пока каких-то деталей, подробностей нет, но, конечно, это в кадровой битве тоже будет использовано. Ну, а ФСБ остается таким трамплином? Ну, мы помним, что Владимир Путин сначала был директором ФСБ, а потом был премьер-министром, а потом уже стал президентом. То есть, собственно, ну, у него были еще до этого должности, но именно вот с должности директора ФСБ начался его такой стремительный стремительный полет именно к вершине Олимпа. То есть, сегодня это тоже остается главным трамплином для власти? Вот вы упомянули Дюмина, а это такая потенциально вызывающий интерес фигуры именно в контексте того, не поднимется ли он на эту гору, не станет ли он царем горы? Ну, давайте прямо говорить. ФСБ это вся нервная система Российской Федерации на сегодняшний день. Именно от ФСБ все зависит, у них все в руках, они всем управляют, не знаю, там, головной мозг, спинной мозг или все вместе. они курируют и администрацию Путина, старую площадь, там, большое количество прикомандированных на самые важные должности, там, где как раз принимаются решения. Они контролируют судебно следственную систему, тюремную систему, они контролируют происходящее в главке Минобороны и охрану, и там, личные дела и так далее. Банковскую систему, финансовую систему. Поэтому, кто управляет реально ФСБ, управляет Россией. И наоборот, те, кто хочет управлять Россией дальше, они должны контролировать ФСБ. Бортников, это, конечно же, верный путинец, они вместе, вот, как одно единое целое, кто-то голова, кто-то из них, там, правая рука. Ротация на Лубянке в любом случае приведет и к ротации в течение, там, какого-то короткого промежутка времени к ротации в Кремле. Пока они держатся, вот это старое политбюро, но годы берут свое, время работает против них, плюс у них гигантские стрессы, которые на них обрушиваются в связи, опять же, с той самой историей с войной, которую они же спроектировали. Поэтому, да, конечно, Дюмин прекрасно понимает, что такое какой-то там совет курировать чиновников и взаимодействие чиновников с силовиками. Кого он завтра сам Дюмин может арестовать? Никого. Кого он может освободить? Никого. То есть, это такой министр без портфеля. А ФСБ это гораздо круче, чем любое министерство и ведомство в России. Это нервная система, которая всем управляет. Поэтому, конечно, любой претендент на позицию в Кремле метит сначала на то, чтобы оказаться у руля ФСБ России. Поэтому, я и говорю, там будет интересная многоходовая комбинация в самое обозримое будущее. Вот, Владимир Путин проводит совещание по ситуациям в приграничных регионах России. Он сказал, цитата, «давайте начнем работать». Во время видеоконференции Путин заявил, что собрал руководителей правительства для того, чтобы обсудить ситуацию в Брянской, Белгородской и Курской областях, где ВСУ продолжает наступление. Также, кстати, Путин сжал автоматический режим выплаты уже 15 тысяч рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий. Об этом сообщает агентство ТАСС. Давайте начнем работать. Мне кажется, это примерно то же самое, что мы еще не начинали. То есть, вот, Владимир Путин сейчас пытается взять ситуацию под контроль, как вы считаете? Или это, опять же, бутафория такая? Я бы провел аналогии с тем его выступлением 23-24 июня прошлого года, когда, вот, опять вот это «мы», объединение, в минуты, когда он чувствует слабость и когда его позиция пошатнулась, он вот из этого, как небожитель, садится в лифт и куда-то едет туда, где он с какими-то людьми говорит слово «мы», объединяя себя с кем-то, создавая общность. Когда он обратно берет ситуацию под полный контроль, он опять садится в лифт и возвращается к себе туда, на небеса, или где он витает в облаках, где он мнит себя в один ряд с Македонским, Петром Великим и так далее. Но сейчас он в той ситуации, когда все пошатнулось, когда территория России, часть территории России под контролем ВСУ, когда разрушены все какие-то сакральные позиции ФСБ, когда его ФСБшники и Ахматовцы запросто оказываются в плену, становятся обменным фондом и выглядят, мягко говоря, немножко унизительно все это для его системы. Поэтому мы, поэтому вот такие у него диалоги. Пошатнулось все. Сможет он в очередной раз найти, выстроить систему сдержек и противовесов или все будет и дальше дестабилизироваться и колосс на глинях начнет рушиться. Но все зависит еще и от напора и от упорства и ВСУ, и Украины, и Запада. А если на Западе возьмут какую-то паузу, два шага назад, увидев какую-то красную линию и оставив только Украину один на один, забывая и про международные обязательства безопасности, по Будапештскому меморандуму, когда Украину разоружали и забирали у нее ядерное оружие, обещали ей полную безопасность. Гарантами были Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и так далее. Поэтому посмотрим, как сейчас все будет складываться. Здесь все, очень многое, скажем так, зависит и от позиций западных стран. Потому что, конечно же, эта ситуация решительным образом меняет весь ход истории. Вот то, что сейчас происходит в Курской области, как все это развивается сейчас. задает вопрос наши зрители, что известно о взятых в плен срочниках. То есть, насколько... 488-й мотострелковый полк, большое количество срочников оттуда, еще есть целый ряда подразделений срочники в плену. С одной стороны, мы разговаривали, к нам на горячую линию поступило большое количество обращений и запросов от родственников этих самых срочников, потому что многие переживали, что они погибли, убиты. Они видели интервью мое с заместителем министра юстиции Украины Аленой Высоцкой. Они понимают, что мы в контакте и у нас есть рабочие контакты с журналистами и с правозащитниками в Украине. И вот попросили нас каким-то образом навести справки, узнать, по крайней мере, живы, не живы. Пока мы как раз наводили эти справки и ставили эти вопросы Украина, выполняя свои международные обязательства и обеспечивая законные права военнопленных, она им буквально там вчера-позавчера начала предоставлять возможность от телефонных звонков своим родственникам, своим семьям. Они начали связываться. И с одной стороны мы как раз находили адвокатов в Украине, кто готов браться за поиск и так далее. Но, в общем, пока с адвокатами созванивались и общались, родственники сами начали нам, начиная там с 12 дня вчера отзванивать, благодарить. Почему-то они подумали, что это произошло благодаря нам, хотя это точно произошло не благодаря нам, а благодаря, еще раз подчеркну, Украине, которая здесь дает возможность пленным россиянам звонить домой и сообщать об этом. И пошел отклик, потому что люди думали, что там 6, 7, 8 августа не было контакта с их детьми, которым там 18, 19, 20 лет. По сути дела, там, ну, понятно, молодые юноши, уже не подростки, но молодые ребята. Вот. Многие из них живы, многие из них в плену. Вот. Но при этом в российских военкоматах официально родственникам говорят, что пока у них нет информации, в списке их там для обмена пока, по крайней мере, там не включали на вчерашний вечер. Но я думаю, что сейчас после огласки всего этого, конечно, обновятся списки и в России. И дальше, конечно, в порядке приоритета Путин будет стараться забрать ФСБшников, кадыровцев, ну, и, наверное, срочников, потому что они опасаются, что это вот плен, пленение огромного количества срочников, оно станет такой вот спичкой в этой бочке с бензином, который у него там под носом. Там появлялись сообщения, вот интересно, может быть, у вас есть подтвердение, что как раз Украина уводит пленных в подвалы, потому что Российская Федерация бомбит те участки, где находятся российские военнопленные, и, соответственно, таким образом им спасают жизни. Было несколько сообщений в телеграм-каналах на эту тему, ну и плюс заявление бывшего депутата Госдумы РФ Нарочницкой, которая, выступая в эфире Первого канала, сказала о том, что давайте ковровыми бомбардировками все уничтожим в Курской области. И вот этот тренд на уничтожение, он сейчас существует, сохраняется со стороны России, то есть, грубо говоря, они заинтересованы в том, чтобы вытащить пленных своих, или, если не получится, то тогда ковровые бомбардировки. То есть, что вы думаете об этих сообщениях? Да, в первой части вопроса вы упомянули подвалы, но, конечно, там у Минюста Украины нет каких-то зинданов, в которых бы они там содержали военнопленных. Их содержат нормально. Конечно, в первые там сутки-двое пока решается вопрос об этапировании, понятно, что их действительно где-то содержат в тех местах, куда не могут попадать артиллерийские снаряды, и где есть возможность сохранить свою жизнь. Потому что когда человек сдается в плен, уже дальше государство берет на себя ответственность за его безопасность. Это Россия поступает безответственно и к своим гражданам, и тем более к пленам. В Украине все-таки их путь в Евросоюз, они в любом случае придерживаются всех этих требований, конвенций и так далее. Да, через день, через два, конечно, их туда уже вывозят в зону безопасную, где не проходит боевых действий, где есть возможность уже находиться вне подвалов в каких-то уже официальных учреждениях пенитенциарной системы Минюста Украины. А что касается вот этой позиции, давайте всех их разбомбим и так далее, здесь далеко не надо ходить. У меня перед глазами десятки гигабайт аэросъемки того, как все происходило под Бахмутом и как поступала российская армия и Челка Вагнер и российская армия по отношению к своим собственным гражданам, которые не хотели воевать и которые шли на позиции ВСУ, чтобы сдаться, сохранить свою жизнь и так далее. Многим из них стреляли в спину из пулеметов, из автоматов, из минометов, из артиллерийского орудия. Это все у нас задокументировано со временем. Я думаю, это тоже будет расследовано и оглашено в полном объеме. Я могу допустить, что они могут решиться и на нанесение ракетных ударов и бомбардировок по своим с тем, чтобы сократить количество обменного фонда. Потому что сейчас вот эта мощная диспропорция начала исчезать. Потому что раньше же в разы количество военнопленных по обе стороны отличались. Вооруженные силы России захватывали не только военных, но и мирное гражданское население уволакивали на территорию России, по сути дела похищали, совершали военные преступления и помещали в тюремную систему как военнопленных гражданских, которые не принимали участие в войне, у которых не было вообще никакого вооружения военной формы. Тем не менее ими набивали камеры обменный фонд. В СУ так никогда не поступали. Они брали в плен только тех, с кем они воевали. Сейчас ситуация, конечно же, поменялась, потому что огромное количество военнопленных, потому что только в одном месте, и об этом в Украине публиковали с материалами, с видео, больше ста российских заключенных без боя сдались в плен. и ситуация начала резко меняться. И как раз мы понимаем, какая позиция Украины сегодня. В Украине есть заброс на возврат всех пленных. Достаточно давно в Украине не только там правозащитники, хотя они в первую очередь настаивают на проведении обмена всех на всех. И руководство Украины об этом говорило. А сейчас появилась для этого историческая возможность. Количество пленных, плененных в Курской области гигантское. Там и росгвардейцы, и ахматовцы, и ФСБшники, и всиновцы, хотя всин пытаются это отрицать, они хитрят, там есть всиновцы и срочники, и контрактники и так далее. А для Путина все-таки вот этот обмен все на всех, что значит? В первую очередь, конечно, там в списках Украины, кто Морпейхи, Азов и так далее. А если он их вернет, как сделал уже там с частью азовцев, ну, конечно, это ударит по его рейтингу внутри, потому что там-то в России он навешал лапши на уши огромному количеству людей, представив их как там нацистов и фашистов и так далее. Поэтому еще раз я не удивлюсь, если они умышленно будут бомбить своих собственных пленных с тем, чтобы потом это списывать, ну, конечно же, на украинцев. Хотя украинцы не заинтересованы в уничтожении российских пленных, как бы они к ним негативно не относились и как бы там в России вот по манере Пригожной и Уткина они не пытались там обыгрывать, ожесточать украинцев с помощью демонстрации каких-то там. Ну, мы видели ужасные кадры, я не буду сейчас в Ютубе здесь вас в прямом эфире рассказывать. Я думаю, что неделю-две назад в Телеграм-каналах все видели там несколько страшных убийств украинцев российскими солдатами там с жуткими подробностями. Они таким образом пытались озлобить ВСУ, но ВСУ в большей части, насколько я понимаю, подразделений есть четкое понимание ценности пленных, потому что когда ты берешь в плен, это значит, ты потом обменяешь и кого-то вытащишь из своих, из России. И для них это сегодня приоритет. А для России ну бомбануть и назло кому-то там еще там 100-200 человек своих разложить, ну запросто, почему нет. Они так часто делают. А что известно о содержании украинских военнопленных сегодня в контексте Курской операции? То есть изменились ли какие-то условия, меняются ли локации, то есть этапируют ли, ну что вам известно? Я понимаю, что это очень закрытая информация, но тем не менее может быть что-то просачивается. адреса локации однозначно, конечно, никаким образом раскрывать нельзя. Опять же, по понятным причинам, потому что, еще раз, я не удивлюсь, если мы когда-нибудь увидим какие-то прилеты со стороны России и по собственным гражданам в этих учреждениях. Но это достаточно большая нагрузка, возросла нагрузка на департамент исполнения наказаний Минюста Украины. Конечно, у них сейчас работа в два раза больше, чем было еще два месяца назад. Готовы ли они были к этому? Я думаю, что готовы, и я думаю, что они с этим штатно справятся. Там хороший менеджмент и очень хорошая поддержка и в Украине, и со стороны Запада тоже у них налажены рабочие отношения с различными фондами, организациями международными, которые им в этом помогают, им в этом содействуют. По крайней мере, на зло, то есть мстить им физически никто не собирается. Наоборот, еще раз подчеркну, для Украины сегодня приоритет это обмен всех на всех, возврат всех своих людей, многие из которых сегодня, по сути дела, стали такими заложниками диктатора Путина. Зачем Путин поехал в Беслан, он не делал этого десятилетия, он поехал и встал на колени перед монументом погибшим детям. Я уже не разу задавал вопрос нашим экспертам, в тот самый момент, когда он крестился, стоя перед монументом, российский снаряд ударил по детской площадке в Запорожье. До этого Ахмадет и тоже в день детей и семьи. И этот вопрос я задаю уже из раза в раз, пытаюсь понять, это что, чудовищное совпадение или в этом есть какой-то символизм, который в общем демонстрирует, что из себя представляет путинский режим. У вас есть объяснение вот этим? Я думаю, это история про вот этот лифт, который едет с его там высокого какого-то этажа к людям на один уровень с ними. Это поднятие темы, конечно же, и необходимости борьбы с терроризмом. Это и попытка раздуть какие-то тлеющие, угасающие угли взаимодействия между ФСБ и другими международными спецслужбами других государств. Это и попытка каким-то образом с Кавказом опять наладить отношения, потому что, конечно, когда для Грозного, для Чечни было очень важно. Окей, мы отправим вам своих, они будут помогать вам сдерживать ваше основное войско, но вы их в обиду не давайте, Владимир Владимирович. Поэтому, конечно, они были такой некой элитой, но сейчас мы видим даже вот эти молодые люди в спортивных костюмах за несколько тысяч долларов, которые еще неделю назад выплясывали лезгинку и танцева, стреляли вверх и вели себя как джигиты среди российских холопов, они сейчас тоже в плену. и, конечно, это вызывает негативные чувства и в Грозном, и в Чечне, и на Кавказе. Ему очень важно простабилизировать это. Мы с вами помним, что происходило не так давно в Дагестане. Еще раз, у Путина, у его режима достаточно много вот этих вот бочек с бензином. И одна это ФСБ, другая это Северный Кавказ. Он опасается, что это может рвануть. Поэтому он туда полетел, поэтому ему важно было и в Чечне побывать, и в Беслане побывать, и в Грозном, и в Баку слетать, с Алиевым поговорить. Ему очень важно стабилизировать вот этот участок, чтобы не потерять полностью контроль над ситуацией. Поэтому вот и мы, поэтому и на коленях вставать и так далее. Но плюс к всему еще не забывайте, что и в Курской области и в целом в ряд других регионов, где они переживают, что у них начнется то же самое, что в Курской области, они объявили так называемую КТО. контртеррористическая операция, НАК, ФСБ, ограничение либо лишение местного населения гражданских прав, расширение и без того огромного количества возможностей ФСБ и российских спецслужб. Ну, это вот такая вот история. Он опять делает на эту ставку, как это все было в конце 90-х, на чем он пришел к власти. Он на этом и хочет держаться. А по детям почему он бьет? Почему его армия бьет по детским площадкам, по детским больницам? То есть... Ну, давайте тогда зададим вопрос еще и продолжим. А почему он тысячу украинских детей похитил? Потому что это самое болезненное. Потому что они взяли огромное количество украинских детей в заложники. Они их вывезли с территории Украины, похитили, оторвали их от детей, от родителей, от мам, от пап. Это был такой удар по деморализации. Потому что дети это самое важное в жизни любого нормального человека. Это святое. А он по ним бьет. Исторический маньяк, сволочь и подонок. Ну что ж, Владимир, спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли так оперативно в наш эфир. Как всегда, с Владимиром Осечкиным мы обсудили актуальные темы. Подписывайтесь на канал «ГУЛАГУ.НЕТ». Ссылку в Ютубе найти легко. Спасибо, Владимир, и до связи. Спасибо большое. Мирного неба всем над головой. До свидания. Мы продолжаем наш эфир.